Все, всем привет! Амазин Пандас, Мисклик, 1.4. Игра, предваряющая посев корзин и определяющая этот самый посев корзин. Амазин Пандас против команды Мисклик. Поехали! Ну, многое я уже рассказал до игры, почему эта игра. Давайте непосредственно ее смотреть и смотреть то, как на этой самой карте все будет. За атаку у нас начинает команда Амазин Пандас, обретшая этот логотип буквально вчера вечером. Обретшая этот логотип и это название. Ну и команда Мисклик уже тертый калач, который в решающих стадиях многих, практически всех турниров выступает у нас. И с 99% вероятностью занимает какие-то такие высокие места, что я несу, господи. Давайте по составам пробежимся. Кстати, про составы тоже потом позже я и покажу, и расскажу. Есть одна небольшая штучечка, которую мы готовили. Так вот, составы. Хоррера, Базло-2, Базло, Элемент и Калвей. Где-то здесь спрятался, надо вот найти снайперы и узнать, кто же из них Метеора. Элемент, наверное, это. Да, Элемент. Будет здесь жестокая дуэль. Есть ярко выраженные снайперы и в той, и другой команде. Здесь Метеора, он же с ником Элемент. В противоположной команде Мисклик это СТВ-Сан, который уже себя зарекомендовал. Никто не знал, кто же он, но сегодня вы его даже увидите воочию. Вот. Ну и быстренько по команде Мисклик. СТВ-Сан, Брэксбери, Нейст, Коксейн, Сиферум. Есть тоже небольшая замена у команды. Ну не тоже, а просто замена у команды. Мисклик, кстати, первый раунд, там Азин Пандас берут. Небольшая замена у команды Мисклик. Нет Биг Бира. Биг Биру не исполнилось 16 лет. По регламенту соревнований данного турнира, в общем-то, люди, достигшие 16 лет, могут принимать в нем участие. Хороший элемент. В общем-то, играет за половину, как минимум, команды. Уже 4 у него килла. Я только 3, правда, видел. Ну, 3 в первом раунде. И, как говорил мне один знающий человек, который Метеор узнает, Эдик, что, по идее, он должен на радиостанции наколотить за половину, где-то, 20 фрагов. Ну вот, посмотрим. Я думаю, что потому, как будут развиваться события на этой карте, вы все больше будете мне верить, что эта игра занимательная и красочная больше, чем КМС и Еремия, которых мы смотрим довольно-таки часто. Ну, и тут по-прежнему подходят розовые слоупоки в чат и спрашивают, где Еремия. Демократия демократии, да, но не всегда на выборах побеждает тот, за кого проголосовали больше. Поэтому, ребята, привыкайте, это жестокая жизнь. Заход на точку А у нас. Абсолютно открыли ДЛ. Сел в закрытую под окно у нас Коксей, кстати. Друзья. Ну, сори, я вот играл вчера, конечно, в Crossfire, а звук забыть изменил. Изменить забыл, так будет правильно. Исифером последний. Жду момента, кстати, пока игра несколько устаканится. Но вот, зная Базло и его коллективы, в общем-то, это бешеные тактики на радиостанции. Они не терпят отлагательств, не терпят каких-то отстоев до 40 секунд. Кстати, к чему команды под руководством Исифером очень даже привыкли в атаке и защите. Они в атаке сами так играют и ждут, что против них в атаке примерно так же будут играть. И многих они в эту ловушку захватывают. Вот, кстати, смотрите, ну, не Базло один, правда, я вот не знаю, кто такой. Ну и погибает в этом раунде, Исифером четко его берет. 1-1 у нас будет. Ну, авторские, авторские команды под руководством этих авторитетных личностей. Они под себя равняют не только свои команды, но и команды соперников, с которыми они встречаются. Ну, я думаю, что вот тут нашла как раз-таки коса на камень. Они вряд ли будут гнуться атака команды Базло, а Мазин Пандас под диффенс команды Исифером. И наоборот, и гнуться диффенс Базло под атаку Исифером. Не знаю, но это уже ко второй половине. Сейчас посмотрим, что здесь будет. Опять-таки открывающий фраг от элемента. На этот раз на Нейсте, ДЛ, Мавр сделает дело. Мавр может уходить. В принципе, оно и правильно. Забирая с собой Харрера, покидают ДЛА. Скрываются в дебрях собственной респы. Ну, теперь одна позиция открыта. Если вдвоем смотрели, учила мама, не стреляйся на ДЛА. Если поджимаешь, да, тогда оправданно, конечно, ты подошел, собрал инфу, посмотрел. В близкой дуэли, возможно, убил. Зачем просто стоять и смотреть, когда туда выходит снайпер? Ну, элемент... Он же Метеора, конечно, тот человек, который будет за такие ошибки наказывать каждый раз. Так, ну и вот в опровержении моих слов тот первый раз, когда все-таки есть некоторый застой. Все равно здесь связка играет. Базло, базло, два, один... А, их даже трое, четверо. Подходят. Дымфлэш, всего по две. Кто-то подвис. Так, ну и Брэксбери хорош. Уработал по голове, правда, лишь одного всего лишь. Кокси со спины закрывает еще клвея в спину. Со спины закрывает спину. Ну, в затылок закрывает. Близко инсифером на подхвате. Слышал под правым плечом у себя человека. Ну, или не слышал. Почему он даже не чекает? Да, слышал. Прочек некий есть. Пытается выводить его, делает это. Два в два, два один. Кокс последний. Ну, и выстреливает его уже в дуэли с курами. Два в один. Пошли контрпродуктивные. Точнее, нет. Наверное, просто контрдействие. От команды Мисклик. Поджим с составлением... Поджим Адела с составлением одного. Калвей вообще подозревает, что ему сейчас будет плохо. Нет, не подозревал. Он даже не оглянулся. Он не видел, что в подкову... В общем-то, двое так провели и привезли к Лвея. Даже не понял вообще, что случилось. Чувак из подковы просто из-за парапетика выстрелил. Лежит Беларусь. Мерзнет теперь. В предыдущем раунде open-frag был от Amazon Pandas. Быстро на той же самой длине элемент выстрелил оппонента. Теперь обратное произошло. Кокси сюда поставил. Хотя я путаюсь в нескольких составах, потому что перемудрены они. Смотрите, пытаются готовить ДЛ, раскидывают флэш. Но это баг у нас. Он был не засвечен. Хотя, тем не менее, высекают. Кокса здесь уже подмога даже успевает. В лице идтифером, но его тоже нет. 2 в 3. 2 в 3 есть снайпер. Если сейчас быстро подошедших минус раз сделает, то, в принципе, будут шансы у команды Amazon Pandas на взятие этого раунда. Хотя времени все меньше и меньше. Решают по-другому. Быстрого фрага не было. Закрытие спины. Базло оглядывается. Успевает только разменять своего тиммейта. Ну и тут еще дабл-размен уже от команды соперников. Происходит 2-2 счет. Чуваки, тут пишут. Человек раунд затащил. Миша не сказал. Ну, сори. Я проснулся 20 минут назад. Все будет нормально, когда я выпью еще парочку кружек кофе. Не волнуйтесь. Я сейчас вообще с трудом понимаю, что происходит. Так, быстрое занятие у наса. В принципе, по всем учебникам Кроссфайра. ДМ отрезающие ложатся на ворота. По тем же самым учебникам отстреливается. Здесь пытается СТВ-сан. Савапа из окна. Да, не пульсовая дуэль, конечно. Для Нейста пошел он длинным путем и знает у него, что Харрера в воде. И Харрера знает о Нейсте. И будут долго они стреляться, если не сократят дистанцию. Делает это Нейс с поддержкой Инсиферума. Заходят куры. В курах выстреливают еще одно тело. Остается один базло. Жить из-за ящика. Ну, рано, по-моему, он начал открываться. Вот что главное, когда у тебя стоит бомба. Ни в коем случае не выходить на дуэли, даже если ты на 120% себе уверен. Максимум оттягивать время, дистанцию, не 5 земли. Точнее отдавать 5 земли как можно дольше и больше, пока враг не подойдет к самой бомбе. Даже если подойдет к самой бомбе, можно его дразнить и тягать на этой бомбе. Ну, вот на воде я Харрера сейчас разговору веду. Он мог там к канализации ближе встать на этой самой воде. Болтыхаться, мог подергаться в мосту, как-то помансоваться. Но вышел сразу на дуэль, чего Нейстум было и нужно. У него еще Инсиферум там шел с поддержкой. Хотя мог, ну, наверное, секунд 20 все-таки чуваков покрутить. Все-таки ящики там были, некоторые преграды. Ну, вот не на бомбу играли, понадеялись на себя. От этого раунда дали. А Базло уж деваться было некуда. На него 3 человека выходило. Хотя всенародно известно, что те самые ящики под окном на точке Б простреливаются плоховатенько. Но, во-первых, у Нейста был ствол дамажный на 100%. Во-вторых, их было трое. Опять тут заключение. Настигают команду Амазин Пандес. На ДЛ почему-то стали они уповать уже. Который раунд в дебюте ходят на ДЛ. Почему-то им не нравится. Вот кто там ходит-то. Ну, тут и Кокс, и Нейст. Ну, Кокс. Наверное, все-таки Кокс. Его сюда приводят. Нейст на поддержке. Нейст с Коксом даже тут фраг намошнили. Поэтому, наверное, не уходят. Жду, что будут делать все-таки размен. Этого не происходит. И опен фрага от элемента нет. Никто не стреляется уже с элементом на дистанции, называемой мид. Ну, от СТВ-сан. То ли ему сказали, что не стреляйся с ним. То ли он сам понял. Но он уже на выход, смотрите, ждет. Либо на заход в точку Б. Те фраги, которые в дебютных раундах делал элемент, теперь ему не даются только потому, что у него оппонента нет. Напротив. Да, и у него работает. Кстати, прострелом СТВ-сан забирает базло 2. Минус 2. Отличное дело. Элемент остается последний. Даже в дуэле снайперов не получится. 4 в 1 было. И 4-2 счет стал. Ну, опять дейл. Почему дейл? Я вот это не понимаю. Как бы можно хотя бы один раунд сыграть фастом Б или зайти 5 через балкон. Да, это, кстати, так и делают. Но практически вся в полном составе команда мисклик кашевалась на этот самый дейл. Тут положили. Интересно. Ну, вот смотрите. Если такая ситуация была, что базло стоял под дейл, а остальные пошли по балкону, то, наверное, все-таки базло надо было первому открываться, а потом уже открываться балкону, чтобы показать, типа, это дейл хотя бы, ну, нормы приличия соблюсти, хотя бы одну маленькую зачуханную хаешечку-то кинуть, чтобы показать, что, типа, МНДЛ, чтобы на балкон никто не смотрел. Даже этого не произошло. Я в этом вижу, как бы, причину всех злоключений в предыдущем раунде на Мазин Пандес. Но оно так случилось. 5-2. Два раунда у нас остается до окончания. Это половина. Осколочная. Осколочная раздробычная. Так, ну и смотрите. Который раунд, и все-таки СТВ-сан и тут выигрывает дуэль у элемента. Но элементу было не очень удобно. СТВ-сану не нужно было ходить, не нужно было вертеть прицелом. Элементу надо было втиснуться в маленький пиксель проема дверного, чтобы не попасть в другое окно, чтобы там не попасть в прицел. Он это сделал. Первое действие нужно потом навестись на окно Б, на СТВ-сан не смог. Приходится тиммейтам дорабатывать. Вся надежда была на элементы, что он сделает опенфракт на СТВ-сане. Ну и здесь. Хотя бы как-то. Ну зашли с разменами. 3 в 3. Надо высекать из ящика. Делают это. Кокс, Инсиферум, Дани из Дэл. Близко в быстрый ретейк подходят. Пополовиненные. ХП в Базло 2 и Базло вдвоем. Они зачем-то отстреливаются с воротами. Ну делают они быстрый ретейк и делают. Но отпустите их, господи. Ну и тут неудачка. 6-2. Все. Диванные аналитики проснулись. Я вас приветствую. Пошла аналитика. Так, последний. 100% последний раунд первой половины. Мы смотрим. Ну как-то жиденько, конечно. Я больше его ожидал. Может быть даже я ошибся. Теперь в выборе этой игры жиденько. Я имею ввиду за атаку играет... Команда Майзен Пандас. Ну вот столько опыта. Это, конечно, во-первых, состав недавно собрался. Во-вторых, столько опыта, конечно, в проведении ответственных решающих матчей, как у мискликов, у данных ребят уже нет. Хотя год назад было совершенно абсолютно по-другому. Базло и его команды были, наверное, самыми опытными в этом деле. Начинателями борьбы с топами в лице команды тогда еще. Не буду называть тег, чтобы не делать рекламу этому тегу. Ну ныне красным именно этой команде. Тип того. Ну вот мисклики, конечно, много очень таких серьезных заруб играют. Я к чему веду, что по ходу матча команда Янси Ферума мисклики начали раскусывать то, чем занимается Амазин Пандас. Пытается Базло отбиваться. У него даже получается на минус два уже себя на респе. Просто наглым образом жмут. Ну и если третий раунд мисклики отдают, ничего страшного абсолютно для них не будет. Уж за атаку-то такой-то команде надо брать как Б. Брэксбери последний. Ныряют в центральные ворота. Видели его, палили его. Ну, всем на него глубоко и далеко. Потому что бомба заложена, надо ее теперь охранять. Так, все, первая половина. 6-3 или 3-6. Окай. Так, ну без раздумий поехали во вторую. Так, теперь за атаку мисклики будут. Амазин Пандас. Они же Карлик Лэнд. Дефенс. Ну и давайте смотреть за расстановкой, во-первых. Так, ну что кардинально меня интересует, так это то, что СТВ Сан опять на центре с элементом не стреляется. То есть минус команде Амазин Пандас в дебюте раунда есть. Ну он тут лазит, лазит. Видите, СТВ Сан с нейстом на центре. Ну, Парыч за углом, Нейс стоит либо на пиксель кого-то ждет. Что это вообще? А, ну да, ну правильно. Парыч за углом ждет выхода окна. Эта штука у нас не отключается. Ну вот где точка здесь светится. Туда примерно смотрите. Видите, если там Хоррера захочет выйти, получить жбан, то Нейст ему это дело обеспечит. Что делает СТВ Сан? Тоже маячит. Я не знаю, почему его элемент не закрывает. Элемент по-моему, по морали уже надавили. А, он на Парыч ждет прохода как раз таки Нейст. Ну если случится, то тоже. У кого нервы крепче, кто кого пересидит в этом дебюте, дуэль. Это, конечно, важный опенфраг. Да, ну и если не более вдумчивая, то 100% более медленная атака нас ожидает от команды мисклик. Как бы кто их за это не мошнил, но по-другому они играть не желают, не умеют, не хотят. Выбирайте любой глагол с подставлением частицы «не» и любой глагол подойдет, наверное. Так, все-таки СТВ Сан решил постреляться. Но позицию пока не рассекретил, просто прострельщиками занимается. Кто у нас точку А держит тут? Сейчас будет пригорать на ней. Элемент ХРР вдвоем с балкона, интересно. А, даже под балконом. Получается точку А отпустили. Базла 2. Минус. У меня возникает такой резонный вопрос. «Нахрена Базло 2 ходил на респу к терам?» Ну, это вот неопытность, это такая детскость кретиническая, просто доходящая до дебилизма, когда все прекрасно знают, что мисклики будут стоять до последнего момента в своей респе, только потом выйдут куда-то на точку. Нет, пофигам. Паблик, паблик стайл. Ну, если стоят, значит, мы сами к ним пойдем. Ну, вот от этого раскладывают. В общем-то, план Бахбаросса удался. Да, и стоячие аплодисменты стоят команде мисклик. 1-0 они выиграют в этой половине, и 7-3 общий счет по половинам остается им до ничьей на этой карте. Два раунда, до победы три. Раунда взять. Кто бы мог подумать, что я буду говорить когда-то о команде мисклик, что нифига себе, она опытная, как разрулили, да. Ну, хотя они тут ничего такого не сделали. Тут скорее неопытность Карли Кленда сыграла, что вот... Айяяя и Атата надо по попе сделать товарищу Базло 2, кто бы он ни был. И каких бы размеров ни была его попа, надо найти просто предмет, который превосходит эту попу в размерах, и по ней хорошенечко, до красноты. Ну, потому что, ну, реально, это вот идиотизм. Нет никого на ДЛ, ну, постой в подкове, подожди, хорошо, как Кокс стоял. Нафигища идти в банан, где есть два сигарных ящика, за которыми могут прятаться враги, и их придется чекать. А если за двумя враги, что ты будешь делать? Минус ты. Ну, все равно. Все равно пошел. Типа, я понимаю, конечно, собрать инфу. Тем временем, у нас заход А. Два в три остаются мисклики. Вроде как бы и заняли, но пока не понимают место расположения оппонентов из диффенса, потому что лежит дым на яме, и не очень, на самом-то деле, видно. Кстати, здесь в спину приходят, высекают инсифером, остается Кокси последний, крутится с вагоном. Может он сделать это минус два, если раскрутится, и опять-таки до кретинизма дойдет. Ну, куда ж ты лезешь, родненький? Смотрите, не понимают. Ну вот, теперь поняли, где Кокси. Базло-2 вообще в окно смотрел. Из-под балкона его тиммейт, видимо, какую-то китайскую инфу давал, либо на болгарском языке пытался сказать, что на подъеме человек стоит. Почему Базло-2 стрелял в окно? Но со второго раза понял, все-таки повернулся, убил из-за вагона. 1-1, 7-4 счет. Ну, не такой большой разрыв, в принципе, тут надо играть и играть пандам. Ничего более. Да, тут пишут, что только сейчас заметил, что нет Биг Бира. Но не получилось сломить твердый дух судьи и уломать сферу моих, чтобы 15-летний нерегламентированный игрок все-таки играл. Ну, опять вот атака терпит бедствие. Ну, в общем-то, логично, конечно, там панды размышляют, что, ну, если вы стоите, то мы вас пойдем, подожмем на какой-то позиции. Пока срабатывает поджим именно зиги. Еще один минус Базло-2, минус Кокси. Остается нейс последний на воде. Но в самой безопасной позиции он был и пока что в ней и остается. Да, поджали зиги, там и в сна... Ух, в какой пиксели ловит, кошмар. Я буду бугага, если еще пару голов будет. Четыре в одного оставались. Последний на воде. На лол хп все-таки минус он с пистолета элемент дострелял. Ну, могло бы. Могли бы довести до проблемок, если уже там до клатча доходил. Да хотя уже дошло, там 1 в 2. Просто нейсту захотелось постреляться еще больше. Его достреляли. Можно было помансоваться между окошечками. Так, смотрим, что на этот раз. С диффенсом кинула атака на сплит-точке, а все свои силы. Поджимали вы в зигу и идут туда ответные силы. Элемент. Ты живой? Элемент. А, вот он. Что делает лол? Он заходит в спину и не убивает, не снимает ни одного затылка. Японка моя мама. Как так-то? Зачем, во-первых, элемент туда пошел? Надо было другому чуваку. Ну, если бы туда Трик зашел с деглом, я еще понимаю, он бы походил по головам. Просто на морозе. Поставил пульку первому, поставил пульку второго. Элемент растерялся. Но, тем не менее, раунд все равно тащится. Нейст остается последний. Диффенсы, смотрите, рулят у этих команд. Если провальная первая половина, можно об этом говорить, была у Карли Кленда. И вроде как, ну, лол, зачем окрошка выбрал этот матч? Давай, до свидания. Ну, что за нубы? Да, охренеть. Ну, какую-то фигню смотрим. То теперь атака, ну, если вообще ничего не может сделать, то многие их планы Карли Кленда просто рушат на корню. Опять-таки, Нейст у нас на дуэль остается. На этот раз базло два. А-а-а! И выигрывает базло два эту дуэль. 3-1. Цитируя корейских комментаторов, просто цитата. А-а-а! Вот, примерно так. Много цитат сегодня будет подобного рода. Когда дойдет до игры RU Legends, я начну цитировать капитана этой команды Пипсона. Он тоже отличается фразами подобного характера. Несколько в другом децибельном измерении. Но есть запоминающиеся. Так, какой общий счет? Общий счет было-бы-бы-бы-бы-бы. 8-6. 8-6. Два раунда преимущества. По-прежнему мискликов. Так, смотрим. Вот всегда интересно будет смотреть дебюте раунда. Пошла защита или не пошла? Не пошла. Решили сыграть в закрытую этот раунд. Оу, первый минус. Базло. СТВ-сан прострелом на центре. Савапы. Базло подошел к джамперу посмотреть, поздороваться с ребятами. Как дела? Получил. Почему? Ну, инфа до элемента нет. Все-таки выбрал он позицию, видите, какую. В первой половине элементу не везло на центре. Никаких жертв у него не было за сторону атаки. Точнее, мишеней. Ну, вот СТВ-сану везет. Почему-то пробежками бегают по центру. Не знаю. Надо элементу идти на центр дуэлицы? Не надо элементу идти на центр дуэлицы. Ну, он свое настрелит. Смотрите, минус с инсифером в подходе к курам, насколько я понимаю. Да, и покидает позицию окна. Идет вот теперь только к СТВ-сану. Ну, какой промах, может быть, который станет решающим? Потому что было бы 4 в 2, а так стало 3 в 3. 2 в 3. Ну, и заминировали. Вот медленный раунд бесподжимный. Разыграли четко очень инсифером и компания. По позициям, по одному начали выманивать, вербовать хедшоты. Брэксбери дальнюю. ДЛ занимает. Вряд ли кто-то в окно высунется. Не знаю, как растерял свой скилл Брэксбери. Не растерял, не должен был. Нейст еще один минус. СТВ-сан еще один минус. И наиважнецкий, кстати, раунд. Мисклики-то забирают, что для них хорошо. Один раунд им до ничьей остается. Два раунда до победы. Так, смотрим за элементом. Дуэль есть на центре. СТВ-сан элемент. Смотрим, кто в ней будет выигрывать. В маленький пиксель. Непонятно куда. На прострел, что ли, по инфе стоял? Так, Базло минус инсифером. Хороший поджим. Кокси, правда, разменял, догнал. Смотрим за СТВ-саном, который дуэлиться не стал. А, и минус элемент. Кокси на минус 2. Играет точка Б, открыто, кстати. Очень важный раунд. Для одной или другой команды. Если одна команда заработает себе ничью, то второй стратегически нельзя терять вот этой вот психологической уверенности и висения на волоске, что все еще возможно и возможно отыграться. Потому что при отдаче вот этого раунда, конечно, уже можно будет ну, хотя бы одну руку уже поднять и махать вслед уходящей возможности. Хотя ничего экстраординарного не случится. Даже если проиграют Лэнда, они же Амазин Пандас, они просто попадут во вторую корзину и им просто попадутся более сильные соперники. Возможно. Брэксбери. Еще один. 2 в 4. Несмотря на то, что накаленные Нейст и Кокси все-таки ситуация у мискликов получше, потому что есть у них территориальное превосходство. А попробуйте вы вдвоем, зайдите на точку Б и попробуйте же высекать там четверых. Но одного сняли уже. Надо делать минус на курах, но мешают зайти через окно. Стреляются дымы, лежат на простреле. Отлично работает Базло. Один в один. Прострел из Брэксбери. Брэксбери под окном тусуется. Ящик хрен прострелишь называется. Просто краской надо на нем написать. Ложится флешка минус Брэксбери. Базло тащит этот раунд. Я не понял, как легла эта флешка, как она... Там же крыша была. Откуда Брэксбери сам не понял. Но она легла. Раунд тащит 4-2. 4-2. На этом самом волоске продолжают болтыхаться. Второй ручкой подгребают второй волосок. Уже чуть больше уверенности. Но шансы есть. Команда Карли Клэнд борется с мискликами до последнего. В чат вопрос. Ерем будут показывать. Всех сегодня будут показывать. Не волнуйтесь. До 8 вечера каждый час у нас будет игра с промежутком в 10 минут. 6 игр нам еще предстоит. Плюс жеребьевка. Так что я не советую вам далеко отходить. Тем более интересная система Double Elimination. То есть проиграв вы не вылетаете с турнира. Вот эта отличная флешка была. Могла бы стать похоронной. Здесь конечно все потерялись. Но никто из кур не вышел по этой самой флешке бороться. 4. Тело заходят в куры. Не повезло Брэксбери единственному. Он не зашел. Разменяли Базло 2. Смотрим за элементом, который работает из окна. Хаешка минус Базло. Базло. Нет, не Базло. Базло 2. И спина ей зачем-то, которая тоже палит с хаешкой. А, ну типа я понял. Типа, ребята, оглянитесь, стойте в курах. Не работайте по мишеням на точке Б. 4 в 3. 4 в 3. Заперты Инсиферум и Ко в курах. Ну вот уже полегче. Им пытаются выстреливать сигарные ящики. Они простреливают абсолютно и чекают все. Никого здесь нет. Закрыты дымами. Дальняя сигара. Закрыты ворота. Не могут собирать информацию Диффенс. Элемент пытается простреливать. Через эти самые дымы давить. Опять-таки все мимо ложится. Из окна у него не получается за контроль и ставящего бомбу. И снимут же тебя. И делают же это. Базло спина. Кэлвей ворота. Работает минус Кэлвей. Последний Базло в четверых. Но я думаю, что здесь уже все-таки ГГ. На ничью будет команда Мисклик выходить. Да, ребят. Запомните предыдущий раунд. Кто-нибудь мне потом в ВК напомните его. Напишите, пожалуйста. Надо этот очень момент. Когда Базло флешку кинул и затащил раунд. Я забуду. 3-4. На матчпойнте висит команда Мисклик. Каждый следующий выигранный раунд. Точнее, любой следующий выигранный раунд. Станет для них победный в 1-4. И кинет их в первую корзину. В корзину победителей в жеребьевке. И даст им это некое преимущество. В этой самой жеребьевке. Ну, смотрим. Тут пишет. Вчерашний бразильский комментатор орал так, что уши. Я так орать не буду. Он меня, честно говоря, после часа его просматривал. Очень сильно взбесил. Ну, у них язык такой. Вот так вот он орал на минус 2. Ну, мы более жесткие русские, украинские, белорусские ребята. У нас минус 2, это просто как пописать с утра, сходить, знаете, ежедневный ритуал по несколько раз в день. Для бразильцев это шоу, минус 2. У нас вот шоу Базло, когда флешки хоронят Брэксбери, это да, шоу. Кстати, ребята были не так давно в одной команде, защищали флаги одного коллектива. Еще это было во времена царя горы, уже не помню какого, первого или второго. Ну, играли. Такая история была. Корявые флешки, сами себя хоронят, атака. Если бы знал Диффан, зашел бы в куры, размансовал бы здесь абсолютно всех. Клвею не удается. Зачем открывался, непонятно. Сидел бы на пропрыг до последнего, но... Прошу прощения, и сам отдался, и никого не убил. Ну, испугался там, хаешку кинули. Тем не менее, можно еще потащить 4 в 4. Для тех, кто не понимает, 6-3 счет в первой половине. Мисклики были впереди. Если они сейчас выигрывают, они забирают игру. Если выигрывает Базло и компания, то мы смотрим... Оу! Оу! Ну, наконец-таки у элемента получилось. Заходит и тоже убивает. СТВ Сан разменивает ответным. Минус 2, отличный от него. Инсифером на последнюю дуэль с элементом, со снайпером команды. И все-таки он эту дуэль выигрывает. И все-таки команда Мисклик побеждает в этой дуэли. И прыгает в первую корзину, оставляя своих оппонентов во второй. Мы уходим. Мы уходим просто-напросто с этой игры. Констатируя окончательный счет. Так, 10... 10-7 что ли, да? Да, 10-7 общий счет. Ну, ладно. Quantum памяти.